Луна «И создал Бог светило меньшее для управления ночью и звёзды» Бытие, 1 глава, 16 стих Между планетой Земля и другими космическими телами лежат огромные расстояния. Например, чтобы добраться до Венеры космическим аппаратом нужно преодолеть расстояние в 40 миллионов километров до Марса в 78 миллионов километров. На эту дорогу ушло бы много месяцев и лет. А вот до Луны космический аппарат смог бы долететь всего лишь за 3 дня. При этом он преодолел бы расстояние в 385 тысяч километров. Из всех небесных тел, видимых невооружённым глазом, Луна находится ближе всех к Земле. Луна непрерывно вращается вокруг нашей планеты, поэтому её называют спутником Земли. Луна, меньшая светила, была создана Богом четвёртый день творения. Творец сам определил величину этого светила и установил его на таком расстоянии от Земли, что сила притяжения Луны помогает нашей планете равномерно, не слишком быстро вращаться вокруг своей оси. Луна влияет на отливы и приливы, которые и тормозят вращение Земли. Без Луны наша планета начала бы вращаться быстрее и быстрее, пока всё живое на ней не погибло бы от мощных бурь и великих катастроф. Многим детям кажется, что Луна похожа на сыр с дырочками, а некоторые думают, что у Луны есть глаза, нос и рот. Тёмные пятна, которые мы принимаем за дырочки или глаза, это воронки-кратеры. На Луне нет атмосферы, которая защищала бы её от падающих метеоритов и астероидов. Поэтому эти космические камни, не встречая на своём пути никаких препятствий, ударяются о поверхность Луны и оставляют на ней огромные следы-кратеры. Луна неприветлива и пустынна. На ней всегда царит полная тишина. На Луне нет ни капли воды, только пыль и камни. Из-за этого, что на ней нет защитной воздушной оболочки, температура может подняться до 130 градусов тепла, а опуститься может до 70 градусов ниже нуля. На Луне нет воздуха. Там не дует ветер и не идёт дождь. Хотя Луна и названа в Библии меньшим светилом, сама по себе она свет не излучает. Она освещается ярким солнцем и только лишь отражает его лучи, поэтому сияние Луны бледное и холодное. Дорогой друг, Бог каждый день согревает тебя лучами своей любви. Он хочет, чтобы ты тоже с любовью относился к своим близким, чтобы был примером и благословением для других. Конечно, самому делать это очень трудно, так как каждый из нас больше похож на холодную и неприветливую Луну, чем на горячее и щедрое солнце. Но безжизненная Луна отражает солнечные лучи, поэтому она светит и приносит пользу живущим на Земле. Так и ты помни о Божьей любви к тебе и с помощью Господа старайся любовью согревать и радовать окружающих.